Всем привет! Мы хотели бы начать новую рубрику, в которой будем рассказывать вам о новостях и тенденциях в российской Арктике. И это наш первый выпуск. Он основан на дайжесте, который мы с коллегами каждый месяц публикуем на сайте Билоны. В этом видео мы расскажем вам об основных событиях, которые произошли в российской Арктике с января по апрель 2024 года, и которые либо уже повлияли, либо могут повлиять на изменение климата или стать причиной загрязнения окружающей среды. Я, Екатерина Блокова, и моя коллега Ксения Вахрушева отслеживаем публикации в российских и зарубежных СМИ, следим за сообщениями активистов в социальных сетях, чтобы все это проанализировать и сообщить вам. Наши выпуски будут выходить каждые 4 месяца, поэтому вы можете подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующие. А ссылка на текстовую версию дайджеста будет в описании. Что мы узнали и поняли за последнее время? Первое. Мы наблюдаем тенденцию по расширению административных границ Арктической зоны. 25 марта в Арктическую зону были включены два новых муниципальных района – Березовский и Белоярский, расположенные в Ханты-Мансийском автономном округе. А уже в апреле руководство Республики Коми предложило включить в Арктическую зону два своих района – Ижинский и Печора. Зачем это нужно регионам? Дело в том, что в Арктике организована особая экономическая зона, предоставляющая различные льготные условия для ведения бизнеса. Для резидентов, то есть для зарегистрированных в этом месте юрлиц, действует целый список всевозможных экономических и административных преференций, в том числе нулевой налог на землю и прибыль. С точки зрения защиты окружающей среды тревожным является то, что компании, работающие в Арктике, получают еще и послабление в области экологического контроля. Большинство резидентов так или иначе связаны с добычей и реализацией полезных ископаемых, и их деятельность несет серьезные риски загрязнения окружающей среды. Проверки резидентов на соответствие требованиям экологического законодательства проводятся в сокращенные сроки и только по согласованию с Минвостокразвитием, министерством, отвечающим за развитие арктических и дальневосточных территорий страны. Кроме того, резиденты имеют право обратиться в Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики, чтобы та защищала в суде их интересы. При этом структура напрямую управляется Минвостокразвитием, а глава Совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и глава Минвостокразвития – это один и тот же человек – Алексей Чекунков. Таким образом, бизнес в Арктике напрямую контролируется государством, находится под его полной защитой и фактически выведен из российского правового поля. Второй тренд, который тянется еще с начала освоения Арктики Российской империи – это эксплуатация арктических природных ресурсов. Россия и сейчас продолжает расширять добычу полезных ископаемых, таких как нефть, газ и металлы. Каждый месяц в СМИ публикуются новости о планах по разработке новых или расширению уже существующих месторождений. Это отражено в стратегических документах. Согласно основам государственной политики до 2035 года и другим документам по развитию Арктики, необходимо развивать добычу и переработку полезных ископаемых, в том числе для экспорта на международный рынок. За январь-апрель 2024 года сообщалось о планах добычи золота, титана, цинка, свинца, серебра, редкоземельных металлов и газа. В январе появилась информация, что на Савином месторождении на Чукотке подтвердились крупнейшие запасы золота в объеме более 100 тонн. Их планируют добывать Росатом. До 2028 года там планируется строительство посадочной полосы, автодорог, морского причала и самого комплекса добычи и переработки золотой руды. Далее в республике Коми планируют разработку крупнейшего в мире месторождения титана – Пижемского. Проект уже начали реализовывать со строительства железной дороги Сосногорск-Индига и глубоководного порта Индига. А добычу хотят начать уже в 2026 году. Кроме того, в Коми готовится к запуску новый газовый проект. Тимано-Печерская газовая компания планирует расконсервировать пять газовых скважин и пробурить одну новую при полярном городе Инта. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба 14 марта. Цинк, свинец и серебро хотят добывать на новой земле. Росатом ведет переговоры с китайскими компаниями о разработке проекта Павловского месторождения, так как после полномасштабного российского вторжения в Украину финская компания, с которой было заключено соглашение, отказалась от сотрудничества. В Мурманской области Росатом планирует увеличить добычу и переработку руды на Лавозерском месторождении редкоземельных металлов. Эти металлы будут использоваться в атомной и другой высокотехнологичной промышленности. Добыча и переработка полезных ископаемых уже серьезно загрязняет Российскую Арктику. Вспомним выжженную землю вокруг Норильска и в Мурманской области, где норникель добывает и перерабатывает медно-никелевые руды. Или загрязнение рек Якутии от добычи рассыпного золота. Можно вспомнить грязный воздух над Воркутой, где до сих пор добывают уголь открытым способом. Статья Билон, рассказывающая об этом, будет в описании к видео. В условиях льготного режима ведения бизнеса в арктической зоне России, где введен упрощенный режим проверок, где ограничивается официальная информация, а деятельность общественных организаций и независимых активистов практически невозможна, риск экологического ущерба при разработке месторождений возрастает многократно. И, конечно, говоря про новости Российской Арктики, нельзя не упомянуть Северный морской путь. Ему посвящен отдельный раздел нашего дайджеста. Итак, тренд номер три – Россия всеми силами пытается увеличить интенсивность использования Северного морского пути, хотя международные санкции и большие риски от судоходства тормозят эти планы. Политика России по управлению Севморпутем проводится в том же ключе, что и арктическая политика страны в целом. Экономическая деятельность остается в приоритете без особой оглядки на сопутствующие экологические риски. Россия отказалась присоединиться к запрету перевозки использования тяжелого судового топлива в Арктике, вступившего в силу 1 июля 2024 года. Между тем, такой запрет, введенный всеми странами региона, позволил бы серьезно сократить выбросы парниковых газов, а также снизить на 44% выбросы черного углерода при арктическом судоходстве. Выбросы черного углерода – не только серьезный климатический фактор, ведущий к росту глобальных температур, но и источник загрязнения воздушного и морского бассейнов, диоксидом серы и другими токсикантами. Однако и без этого рост грузооборота ведет к увеличению рисков. Регулярно происходят утечки при бункировке, то есть заправке судов, перегрузке и хранении топлива, а также разливы в ходе аварий по ходу исследования морских судов. Даже в более низких широтах ликвидация последствий подобных инцидентов затруднена и требует огромного количества ресурсов. А в арктическом регионе реагирование на подобные аварии еще и усложняется из-за сурового климата, ледовой обстановки и большой чувствительности природы к антропогенному воздействию, а также из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и опыта ликвидации аварий в подобных условиях. При этом в связи с международной изоляцией России действия по устранению аварий в Арктике могут быть плохо скоординированы, что приводит к еще большему росту рисков. Однако мы видим, как международные санкции затормозили грандиозные планы российских чиновников по увеличению судоходства по Севморпути. В январе Росатом, который является оператором Севморпути, сообщил, что в 2023 году грузопоток хоть и побил предыдущий рекорд, но не дотянул до планового показателя. Оказался на 21% ниже целевой величины. В феврале Институт географии РАН опубликовал исследование, из которого стало ясно, что 65% судоходных компаний, работающих на СМП, имеют нулевой уровень открытости, то есть не публикуют в свободном доступе информацию о своей экономической деятельности и экологическом следе. В марте группа Русхим, строящая в Арктике крупный газохимический комплекс, сообщила о своих планах создать суда для перевозки метанола по Севморпути, которые бы использовали метанол в качестве топлива. Метанол – перспективное альтернативное топливо, которое позволит сократить выбросы, но насколько это зависит от способа его производства. В данном случае метанол будет производиться из природного газа, а значит суммарные выбросы на всей производственной цепи будут всего на 7% ниже, чем при использовании дизеля. В апреле вице-премьер России Александр Новак сообщил, что объем грузоперевозок по Севморпути в 2024 году должен составить около 40 млн тонн, что в два раза меньше, чем было запланировано – до 90 млн тонн в 2024 году. Основные грузы – это нефть, газ и медно-никелевый концентрат норникеля, идущий на экспорт, а также другие грузы, отправленные транзитом по Севморпути из Мурманска на восток. Планы на значительный рост грузоперевозок строились на запуске новых газовых и нефтяных проектов, таких как «Арктика СПГ-2» и «Восток Оил». Но международные санкции затормозили эти проекты, поэтому они не смогли обеспечить загрузку Севморпути. Кроме новостей про Северный морской путь, промышленное освоение Арктики и санкции, мы собираем данные об авариях и чрезвычайных ситуациях с выбросами или разливами токсичных веществ в окружающую среду, а также следим за научными исследованиями по изучению состояния вечной мерзлоты и процессов изменения климата. Больше новостей с нашими комментариями вы найдете в текстовой версии дайджеста, который опубликован на сайте Билоны. На дайджест также можно подписаться по ссылке, которую вы найдете в описании к этому видео. Тогда вы сможете получать его по электронной почте. А чтобы не пропустить следующее видео, вы можете подписаться на этот канал. Продолжение следует...